добрый вечер дорогие товарищи как полагается надо подвести итоги уходящего года и наметить задачи на новый 2024 год я напомню что фонд рабочей академии это фонд содействия обучению рабочих мы опираемся на то фундаментальное положение марксизма ленинизма что рабочий класс это передовой класс современной эпохи а наша эпоха это эпоха перехода от капитализма коммунизму но такой переход происходит не сам по себе не автоматически и рабочие должны осознать свою вот эту всемирно историческую роль должны понимать что надо делать и фонд рабочей академии помогает решить эту задачу я напомню что фондом был создан красный университет который работает более 10 лет закончился первый семестр на днях был принят за счет у слушателей первого отделения при содействии фонда выходят газеты народная правда за рабочий класс действует youtube канал фонда рабочая академия университет рабочих корреспондентов и то что все это работа не проходит бесследно мы видим и рабочий класс все энергичнее поднимается на борьбу за свои коренные интересы это факт я могу сказать что в ленинграде есть крупное промышленное предприятие метрострой северной столицы и ситуация на нем было типичное администрация целях получения все больших прибылей предпринимала различные меры которые в конечном итоге ухудшали положение большинства работников и тогда рабочие прежде всего горнопроходчики выступили инициаторами создания своего профсоюза были разработаны основные положения проекта прогрессивного коллективного договора предусматривающий в частности и сокращение рабочего дня до 6 часов сохранением заработной платы доведение постоянной части зарплаты до 80 процентов и еще ряд прогрессивных положений вот инициаторы члены профсоюзного комитета пошли по производственным участкам с агитацией и начался активный процесс вступления профсоюз и когда численность работников профсоюза перевалила за 500 человек то администрация встревожилась так что и пенулась и попыталась принять превентивные меры то есть она повысила тарифную составляющую заработной платы на 27 процентов это большая величина администрация понятное дело рассчитывала сбить волну организации рабочих но получилось обратное многие работники предприятия на этом факте на этом примере осознали что повышение заработной платы прошло не по доброй воле начальство администрация просто испугалась рост и влияния нового профсоюза так что вот такие дела дорогие товарищи мы я думаю на правильном пути поздравляю всех слушателей с новым 2024 годом и желаю успехов в борьбе за дело рабочего класса понятно что к успехам приведет не борьба героев одиночек а борьба организованно в профсоюзе рабочего класса и в целом трудящихся и небольшое пожелание ну во первых провести новогодние каникулы с двойной пользой с одной стороны отдохнуть а с другой стороны в эти каникулы взять в руки почитать проштудировать том компонного собрания сочинения ленина или том капитала маркса основного произведения марксизма или взять науку логики гегеля еще раз поздравляю всех с новым годом